добрый вечер я вас приглашаю принять в участие в научном эксперименте за окном у нас шумит вечерняя москва а мы с вами давайте посмотрим что происходит с водой и с едой когда мы во время еды пьем воду в нашем желудке и так у меня все готово для эксперимента реквизит еда вода вот этот мешочек у нас будет выполнять макет желудка потому что по сути дела он представляет собой похожий орган только стенки конечно мышечные и внутри находится множество складок и так представим что на желудок попала вода и происходит у нас примерно следующее он начинает сокращаться и вода наша постепенно потихонечку начинает уходить через одно маленькое отверстие выходное отверстие через привратник желудка впадает тонкой стройкой в двенадцатиперстную кишку когда в желудке у нас находится еда и мы также начинаем ее запивать попадает какое-то количество воды ну что мы при этом видим какая-то часть воды у нас стекает желудок у нас при этом работает стенки его перемешивают пищу размельчают ее пищеварение в желудке как такового не происходит мы позже поговорим об этом функция его другая ну что в общем и в целом произошло с нашей водой часть ее вытекла благополучно часть ее смочила нашу пищу дополнительно в дополнение к желудочному соку размягчила ее и помогла желудку ее размельчать дальше для того чтобы через небольшое отверстие она уже размельченная готовая к процессу пищеварения поступила двенадцатиперстную кишку и далее тонкий кишечник где основной акт или процесс пищеварения непосредственный происходит куда поступают пищеварительные ферменты из поджелудочной железы и желч из желчного пузыря мы об этом поговорим позже я хочу показать именно то что ничего плохого ничего страшного при попадании воды желудок ничего не физиологичного нас пищей не происходит если она там при этом находится и не в одних клинических рекомендациях нет никаких указаний на то что во время процесса еды параллельно нельзя употреблять какую-то жидкость какой именно жидкость и какой температуры жидкость мы с вами несколько позже на этом остановимся тоже еще хочу сказать что несмотря на то что естественно водой будет разводиться соляная кислота которая присутствует в желудке общее количество соляной кислоты не изменится соляная кислота выделяется на определенный объем пищи вот она как выделилась уже даже при попадании в пищи в ротовую полость это рефлекторных происходит такое количество ее и будет и от того что ее концентрация при разбавлении любой жидкостью который мы запиваем еду она будет несколько ниже ничего плохого не произойдет и процесс что в желудке что далее в кишечнике он никоим образом не будет нарушен количество соляной кислоты она в любом случае будет обусловлено объемом пищи на этом у меня все и я надеюсь вот этот важный вопрос который очень часто задают кастрометриологом и что мы на него сегодня ответили ответили всего доброго